Здравствуйте! Мы начинаем еженедельный брифинг пресс-службы администрации города Кумертау. Я расскажу о текущей работе администрации. Начну с основных мероприятий прошедшей недели. Министерством экономического развития Российской Федерации зарегистрированы шестой и седьмой резиденты территории опережающего социально-экономического развития Кумертау. Ими стали ООО АПП «Энергомаш» и ООО «Свердловская энергетическая компания». Цель инвестиционного проекта «Энергомаш» – это модернизация предприятия по производству средств маломеханизации и инструмента для монтажа линий, электропередач, кабельных сетей путем освоения стального литья на собственных площадях, как сырья для производимой продукции, обеспечения Республики Вашкортостан и регионов России, стран ближнего зарубежья, высококачественной продукции для энергетической инфраструктуры территорий. Проект предусматривает вложение инвестиций в объеме 6 миллионов рублей. Также планируется создание 20 новых рабочих мест. Еще один резидент ООО «Свердловская энергетическая компания». Целью инвестиционного проекта является создание предприятия по оказанию услуг строительства, монтажа, ремонта и реконструкции оборудования энергетических объектов. Проект предусматривает вложение инвестиций в объеме 6 миллионов рублей. Планируется создание 66 новых рабочих мест. Оба проекта направлены на диверсификацию экономики Кумертау и способствуют социально-экономическому развитию городского округа. 3 ноября в Кумертау отпраздновали День народного единства. К предстоящему празднику было приурочено несколько событий. Одно из них – торжественное открытие четырех постаментов военной техники в Парке Победы, трех пушек и установки «Град». В следующем году Музей военной техники под открытым небом пополнится еще 15 единицами техники. В этот же день учащиеся пяти классов были приняты в кадеты и пополнили ряды кадетского движения. Церемонию посвящения в кадеты провел военный комиссар Республики Башкортостан Игорь Харченко. Главным событием дня стал концерт, который состоялся в обновленном Дворце угольщиков. Поздравил горожан глава администрации Борис Беляев. Также в этот день были отмечены те, кто активно работает в национальных культурных центрах. 7 ноября в Санкт-Петербурге стартовала образовательная конференция «Баркемп. Национальная технологическая революция 2035». Это возможно для людей с похожими интересами и увлечениями встречаться и обмениваться знаниями и опытом. В составе делегации из города Кумертау глава администрации Борис Беляев, заместитель главы по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина и депутат Совета городского округа Марина Сафонова. Представители федеральных и региональных институтов развития в рамках круглого стола обсудили механизмы государственной поддержки промышленных предприятий. Разработчики, специалисты из разных областей сообща работали над созданием сетевого университета будущего, университета национально-технологической инициативы 2035. Предполагается, что в ближайшем будущем каждая компания, работающая в России с помощью платформы университета, сможет обеспечивать профессиональное развитие своих сотрудников, подбирать кадры, подбирать ориентиры для тех, кто ищет варианты трудоустройства. 8 ноября делегация Кумертау приняла участие в треке для организаторов и участников проекта «Форсайт-навигация». Многое из увиденного будет применено и в Кумертау. 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел. В Доме культуры и рассвет состоялся праздничный концерт, посвященный Дню полиции. В этот день заслуженные поздравления и слова самой глубокой благодарности за свой ежедневный труд прозвучали от главы администрации Бориса Беляева и начальника отдела МВД России по городу Кумертау подполковника полиции Марселя Абзалилова. Они поздравили всех сотрудников с наступающим праздником, поблагодарили за службу отчизни и народу и пожелали счастья, благополучия и доброго здоровья. В рамках мероприятия состоялось награждение лучших сотрудников за заслуги в поддержании законности, правопорядка, добросовестное исполнение служебных обязанностей, почетными грамотами и благодарственными письмами городского округа города Кумертау и ведомственными наградами. Памятной медалью «100 лет милиции России» были награждены действующие сотрудники полиции и ветераны службы. Традиционно в праздничном концерте, посвященном Дню полиции, приняли участие лучшие творческие коллективы города. 10 ноября глава администрации поздравил с юбилеем жительницу нашего городского округа. Дмитриева Мария Федоровна празднует сегодня свой юбилей. Ей исполнилось 90 лет. Ветеран трудового фронта прибыла в село Ира в 2000 году. С тех пор проживает со своей дочерью и зятем. В годы войны Мария Федоровна трудилась трактористом на торфоразработках в Свердловской области. После войны работала дояркой. В 1997 году награждена медалью за доблестный труд в годы войны. Борис Беляев преподнес Марии Федоровне букет цветов и символический подарок. Расспросил о жизни в селе. Юбилея рассказала о своих детях и внуках. Отметила, что в свое время была активисткой и входила в Совет депутатов. Да и сейчас не сдает позиции. Всегда посещает выборы. Глава администрации пожелал Марии Федоровне долгих лет жизни, крепкого здоровья и поблагодарил за труд. Теперь озвучу основные мероприятия следующей недели. 11 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в 10.00 стартует турнир на призы главы администрации по греко-римской борьбе. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова